Дважды в день гидрологи Каннска выезжают на реку, чтобы замерить уровень воды. Эти трещины образовались в выходные из-за резкого обмеления. Только за последние три дня уровень воды упал на 15 сантиметров. На сегодняшний день уровень воды по нашей нивелировке составил 18 сантиметров. Толщина льда составляет 32 сантиметра. А это водозаборная станция. Она расположена выше по течению и перекачивает в город 10 тысяч литров ежеминутно. Специалисты администрации обеспокоены тем, что река вместе с забором воды может промерзнуть. А это значит, что без водоснабжения останется весь 90-тысячный город. Похожая ситуация была в 1990 году. Была угроза и тогда при помощи солдат Солнечного расчищали русло реки для того, чтобы вода поступала сюда. Такой случай уже был один раз. Воды не было, по-моему, дней 10 что ли. Ну, не совсем не было, просто был ограничен подача воды в город. У нас чрезвычайная ситуация. Никогда такой не было. Меньше чем 54 сантиметра на водозаборе русло Кана изменил. Кан изменил свое русло. Про обмеление Кана говорили и на заседании комиссии горсовета. По мнению одних депутатов, необходимо срочно расчищать русло в районе водозаборной станции. Другие уверены, что река не промерзнет и городу ничего не угрожает. Где-то примерно 200 лет история насчитывает пользование воды из Кана. И за 200 лет он ни разу не перемерзал. Потому что там течение 10 километров в час. И даже при глубине в 20 сантиметров эта река не замерзнет. Специалисты посчитали, чтобы расчистить русло и изменить течение реки, необходимо более 50 миллионов рублей. Однако многие депутаты с этим не согласились, указав на то, что тратить такие большие деньги нецелесообразно. Вопрос остался открытым. Пока в Канске стоят морозы. Сегодня утром 120 километров показывали минус 28. А значит уровень воды в реке может опуститься еще ниже. Леонид Рюков, Александр Шуминин. Новости.